Беседа вторая. Вначале было слово. Если бы Иоанн хотел сам с нами беседовать или говорить нам что-нибудь свое, от себя, то нужно было бы сказать о роде его, об отечестве, о воспитании. Но так как не он, а сам Бог через него вещает роду человеческому, то исследовать это представляется мне излишним и неуместным. Впрочем, может быть, это и не излишне, и даже весьма нужно. Когда узнаешь, кто он был, откуда и от кого происходил, и каков был сам по себе, потом услышишь его голос и все его любомудрие, тогда ясно увидишь и то, что Евангелие было не собственным его произведением, но делом божественной силы, которая действовала в душе его. Итак, какое же было и его отечество? Отечества у него не было почти никакого. Он происходил из бедного селения и страны самой в то время презренной, которая не имела в себе ничего хорошего. Книжники в унижении Галилеи говорили, «Испытай и увидишь, приходил ли пророк от Галилеи?» Иоанна 7,52. «Унижает ее и истинный израильтянин, говоря, «А от Назари это может ли быть что доброе?» Иоанн 1,46. Будучи из такой страны, Иоанн не происходил из какого-нибудь замечательного в ней места и не был там известен по своему имени. Отец его был бедный рыбарь, до того бедный, что и детей своих приготовлял к тому же ремеслу. А вы знаете, что ни один ремесленник не захочет добровольно сделать своего сына наследником собственного ремесла, если только не будет принужден к тому крайней бедностью, особенно если ремесло его низкое. Но нет бедней, нет презрений и невежестенней рыбарей. Впрочем, между ними одни выше, а другие ниже. Апостол в этом отношении занимал самую последнюю степень. Он и не в море ловил рыбу, а трудился в одном небольшом озере. И вот когда он там находился вместе с отцом Иаковом, братом своим, и чинил с ними прорванные сети, что также показывало крайнюю бедность, призвал его Христос. А что касается давнешнего образования, то и отсюда уже можно заключить, что он был вовсе не образован. Притом свидетельствует об этом и Лука, когда пишет, что он был человек не только простой, но и безграмотный. И это должно быть так. Кто был так беден, не являлся среди народа, никогда не обращался с значительными людьми, но был занят только рыболовством, а если иногда и встречался с кем-нибудь, то беседовал разве с покупщиками рыбы и поварами? Тот мог ли сделаться чем-нибудь лучше неразумных животных? Как было ему не подражать безгласию самих рыб? И вот этот-то рыбарь, вращавшийся около озер, сетей и рыб, родом из Десаиды Галилейской, сын бедного рыбаря и бедного до крайнего убожества, человек простой, и при том на последней степени простоты, не изучавший наук ни прежде, ни после соединения со Христом, вещает к нам. Узнаем же, о чем он с нами беседует. Не о том ли, что на полях, или что в реках, не о торговле ли рыбы. Иной, может быть, ожидал бы услышать это от рыбаря. Но не бойтесь, ничего подобного мы не услышим. А услышим о том, что на небесах, и чего прежде его еще никто не знал, он приносит нам столь возвышенные догматы, столь превосходные правила жизни и такую мудрость, какие возможны только для вещающего из самых глубин духа, и вещает так, как только что пришедший с самых небес. Еще более из живущих на небе, как я и прежде говорил, не все могли бы это знать. Скажи же мне, свойственно ли это рыбарю? Или хотя бы ритору, или софисту, или философ, или вообще всякому изучившему внешнюю мудрость? Нет. Обыкновенному человеческому духу невозможно любомудрствовать так о вышнем, бессмертном и блаженном существе, о ближайших к нему силах, о бессмертии и бесконечной жизни, о естестве тел смертных, но впоследствии имеющихся делаться бессмертными, о будущем суде и наказании, о предстоящих отчетах в словах и делах, в мыслях и чувствах, также знать, что такое человек, и что мир, что такое человек по существу, и что такое кажущийся с человеком, но не таковой на самом деле, что такое порог и что добродетель. Некоторые из этих предметов были исследуемы учеными, учениками Платона и Пифагора, а о прочих философах не стоит даже упоминать нам, до такой степени все они стали смешны. Именно они, более других, пользовались у Эллинов уважением и считались главами этой науки. Они же, между прочим, написали нечто относительно жизни гражданской и законов. Однако ж, и они к стыду своему оказались во всем смешнее детей. Они вводили общих для всех жен, извращали самую жизнь, повреждали честность брака, узаконяли и многое другое, столько же достойное смеха, и таким образом провели всю свою жизнь. Что же касается до души, то они оставили учения о ней самые постыдные. Говорили, что души человеческие делаются мухами, комарами, деревьями. Утверждали, что есть Бог, сам душа. И вымышляли многие другие нелепости. И не это одно достойно порицания, а также обширное у них море умозаключений. Как бы в море, носимые туда и сюда, они никогда не останавливались на одном предмете, потому что обо всем говорили на основании неверных и нетвердых умствований. Но не таков этот рыбарь. Он все изрекает с точностью и как бы стоя на камне, никуда не совращается. Он удостоился проникнуть в самые недоступные тайны и, имея в себе глаголящего самого Бога, Господа, не подвергся никаким человеческим слабостям. А те философы, как люди, которые даже во сне не удостаивались войти в царские чертоги, но в ней их на площади оставались в толпе народа и только по собственным соображениям гадали о невидимых предметах. Те впадали в великие заблуждения, когда хотели рассуждать о неизреченных предметах и как слепые и пьяные даже в самых заблуждениях припирались друг с другом и не только противоречили друг другу, но нередко и сами себе, непрестанно переменяя свои мнения об одних и тех же предметах. А этот не ученый, простой житель Виссаиды, сын Зеведея, хотя бы тысячу раз елены смехались над грубостью этих названий, я тем не менее и даже тем с большей смелостью буду произносить их, так как чем более этот народ представляется им грубым и чуждым еленского образования, тем более славным является наше учение. Когда человек необразованный и не книжный возвещает то, чего никогда и никто из людей на земле не знал, и не только возвещает, но и убеждает, тогда если бы только и вещал он, то это уже было бы великим чудом, а если ныне сверх того представляется еще другое важнейшее доказательство богодухновенности его глаголов, именно, что он всех своих слушателей во всякое время убеждает, то кто не подивится обитающей в нем силе. Это, как я уже сказал, служит величайшим свидетельством того, что он не сам от себя учит. Итак, этот-то необразованный человек, написанным от него Евангелием, объял всю Вселенную, а телом пребывал в Азии, где в древности любомудрствовали все принадлежавшие кельницким школам. Там он был страшен для демонов, сияя среди врагов, уничтожая их мрак и разрушая твердыни демонские. Душой уже своей он переселился в иную страну, достойно совершившего такие дела. Произведения еле на все истребились и исчезли, а его деяния с каждым днем становятся более и более славными. С того времени, как явился он и с ним прочие рыбари, с того времени учение Платона и Пифагора, которое прежде подсчиталось господствующим, умолкло, так что ныне многие даже и по имени их не знают, хотя Платон, как говорят, и с царями беседовал по их приглашению, имел много единомышленников и плавал в Сицилию. А Пифагор, по прибытии в великую Элладу, показал здесь много разных родов чародейства. Ведь разговаривать с валами, говорят, что он это делал, было не иное, что как дело волшебства. Это в особенности очевидно из того, что беседуя таким образом с неразумными, он не только не приносил никакой пользы человечеству, но еще весьма много вредил ему. Природа человеческая, конечно, способнее к изучению философии, но он, как говорят, при помощи волхвования беседовал с орлами и волками. Он не делал природу неразумную, разумную, это и невозможно для человека. А волхвованием только обманывал неразумных, оставивающих учить людей чему-нибудь полезному. Он внушал им, что все равно есть бобы или головы своих родителей, а своих последователей уверял, что душа учителя их иногда бывало деревом, иногда девицею, иногда рыбою. Итак, не по справедливости или все это уничтожено, исчезло совершенно? По справедливости. Вполне основательно. Но не таково учение этого простого и некнижного человека. Напротив, и фириане, и ептяне, и индийцы, и персы, и эфиопы, и множество других народов, будучи людьми невежественными, научились любомудрствовать, когда переложили на свой собственный язык преподанное им учение. Итак, не напрасно я сказал, что для него вся вселенная была местом зрелища. Он не оставлял подобных себе по естеству и не трудился напрасно над природой и бессловесных, что было делом из лишнего честолюбия и крайнего безумия. Он, будучи чистым и от этой страсти, как и от других, только о том одном старался, чтобы вся вселенная научилась чему-нибудь полезному, могущим возвести ее от земли на небо. Поэтому он и не прикрывал свое учение каким-нибудь мраком и тьмою, как те философы делали, закрывая неясности учения как бы некоторую завесою, зло, заключавшееся в сущности их, его. И водокматы яснее солнечных лучей, и потому доступны для всех людей во вселенной. Приходившим к нему, он не повелевал подобно тому Пифагору молчать в продолжении пяти лет, не так учил, как бы сидели пред ним бесчувственные камни, не баснословил, все определяя числами, но отвергший всю эту сатанинскую мерзость и гибель, сообщил такую удобопонятность своим словам, что все сказано им и ясно не только для мужей и людей разумных, но и для женщин и юношей. Он был уверен, что учение его истинно и полезно для всех, кто будет слушать, и это свидетельствует все последующие времена. Он привлек к себе всю вселенную и освободил жизнь нашего от всякого чуждого вымысла после того, как мы услышали его проповедь. Поэтому-то мы, слушающие его, пожелали бы лучше лишиться жизни, нежели догматов, которые он преподал нам. А отсюда, как и отовсюду, очевидно, что в учении его нет ничего человеческого, но что наставление, дошедшее до нас через эту божественную душу, божественны и небесны. Мы не найдем у него ни шума слов, ни напыщенности в речи, ни излишнего и бесполезного украшения и сочетания имен и слов. Да это чуждо всякого любомудрия. Но увидим непреоборимую божественную силу, правых догматов, непобедимую крепость, сочетание бесчисленных благ. Искусственность была бы излишняя в проповеди Евангелия. Она свойственна софистам, лучше же сказать не софистам, а неразумным детям. Так что и сам их философ Платон представляет своего учителя весьма стыдящимся этого искусства и говорящим своим судьям, что они услышат от него речи, произносимые просто и как случится не изукрашенные словами и не испещренные именами и выражениями. Потому что говорил он неприлично мне было бы достопочтенные мужи в таком возрасте составлять детские речи и с ними приходить к вам. Но посмотри, какой смех. Чего по описанию этого философа учитель его избегал, как дело детского, того сам он более всего домогался. Так-то во всех случаях водились они одним честолюбием. А в Платоне ничего нет удивительного, кроме этого одного. Подобно тому, как открыв гробы от вне повапленные, покрашенные, ты увидишь, что они наполнены плением и зловоним, изгнившими костями. Подобно этому и в мнениях этого философа, если обнажишь их, от прикрас в выражении увидишь много мерзости, особенно, когда он философствует о душе без меры, превознося ее и унижая. Дьявольская это хитрость, ничем не соблюдать умеренности, но увлекая в противоположные крайности, вводить заблуждение. Иногда он говорит, что душа причастна божескому существу, а иногда, возвысив ее так неумеренно и так нечестиво, оскорбляет ее другой крайностью, вводя ее в свиней, ослов и в другие животные, еще хуже. Но об этом довольны и выше сказать и то же через меру. Если бы можно было научиться от них чему-нибудь полезному, то следовало бы и более ими заняться. А так, как нужно было только обнаружить их постыдные и смешные стороны, то это сказано нами более надлежащего. Итак, оставив их басни, приступим к нашим догматам, свыше принесенным к нам в устах этого рыбаря, и ничего человеческого не имеющим. Станем же рассматривать его изречение и к чему призывали мы вас вначале, то есть, чтобы вы тщательно внимали словам нашим, то же самое напоминаем вам и теперь. Итак, чем же начинает евангелист свое сказание? В начале было слово, и слово было у Бога. Видишь ли ты в этом изречении все его дерзновение и сил, как он вещает нисколько не колебляясь, не ограничиваясь догадками, но все говоря положительно? Свойство учителя не колебаться в том, что сам он говорит, а если бы кто, желая наставлять других, нуждался в человеке, который бы мог поддерживать его самого, то по справедливости ему следовало бы занимать место не учителя, а учеников. Если же скажет кто-нибудь, почему евангелист, оставив первую причину, тотчас начал беседовать с нами о второй, то говорить о первом и втором мы отказываемся. Божество выше числа и последовательности времен, поэтому и отрекаемся говорить так, но исповедуем отца самосущного и сына от отца рожденного. Так скажешь ты, но почему же евангелист, оставив отца, говорит о сыне? Потому что отец был всеми признаваем, хотя и не как отец, а как Бог, но единородного не знали. Поэтому то и справедливо евангелист поспешил тотчас в самом начале предложить познание о нем для тех, которые не ведали его. Впрочем, и об отце он не умолчал в этих же словах, обратив внимание на духовный смысл их. Знал он, что люди искренне и прежде всего признавали и чтили Бога, поэтому сперва и говорит о бытии сына. в начале, а потом далее называет его и Богом, но не так, как Платон, который одного называл умом, а другого душою. Это чуждо божественного и бессмертного естества. Оно не имеет ничего общего с нами, но весьма далеко от общения с тварью, разумея по существу, а не по действиям. Поэтому то евангелист и называл его словом, имея намерение вразумить людей, что это слово есть единородный сын Божий. Евангелист, чтобы кто-нибудь не предположил здесь страстного рождения, предварительно наименованием сына словом уничтожает всякое злое подозрение, показывая и то, что он есть от отца сын, и то, что он рожден бесстрастно. Видишь ли, как я сказал, что в словах о сыне он не умолчал об отце? Если же этих объяснений недостаточно для совершенного уразумения этого предмета, не удивляйся, у нас теперь речь о Боге, о котором невозможно достойным образом ни говорить, ни мыслить. Поэтому и евангелист нигде не употребляет выражение «существо», так как и невозможно сказать, что есть Бог по своему существу, но везде показывает нам его только из его действий. Так видим, что это слово немного после называется у него светом, и опять свет этот именуется жизнью. Впрочем, не по этой одной причине, он так называл его, но во-первых, по этой причине, а во-вторых, потому что слово имело возвестить нам об отце. Все, что слышал от отца, сказано возвестить вам. Иоанна 15, 15. Называет же его вместе и светом, и жизнью, потому что он даровал нам свет ведения, а отсюда жизнь. Вообще же нет ни одного такого имени, нет таких ни двух, ни трех и более имен, которые были бы достаточны для выражения того, что касается божества. По крайней мере желательно, чтобы хотя многими именами, хотя и не вполне ясно, можно было изобразить его свойства. Не просто же евангелист назвал его словом, а с прибавлением члена «чи», по-гречески, отличая его как бы определенным артиклем. И этим от всех других существ. Видишь ли, как не напрасно я сказал, что этот евангелист вещает нам с небес. Смотри, куда он тотчас, в самом начале воспарив, возвел душу и ум своих слушателей, оставив ее выше всего чувственного, выше земли, выше моря, выше неба. Он возводит ее превыше самих ангелов, горних, хирургимов и серафимов, выше престолов, началов, властей, и вообще убеждает ее вознестись выше всего сотворенного. Что же, уже ли возведши на такую высоту он мог остановить нас здесь? Никак. Но подобно тому, как если бы человека, стоящего на берегу моря и обозревающего города, берега и пристани, привел кто-нибудь на самую середину моря, и тем, конечно, удалил бы его от прежних предметов, однако же, ни на чем не мог бы остановить взор его, а только взял бы его в неизмеримое пространство зрения, так и евангелист, возведший наш выше всякой твари, устремив нас к вечности ей предшествовавшей, оставляет взор наш, носиться, не давая ему достигнуть в высоте какого-либо конца, так как там и нет конца. Разом, восходя к началу, испытывает какое-то начало, потом, встречая «был», всегда предваряющий его мысль, не находит, где бы ему остановить свой помысл, но, напрягая взор и не имея возможности ничем его ограничить, утруждается и опять возвращается долу. Выражение «вначале было» означает не что иное, как «бытие пресносущное и беспредельное». Видишь ли, истины любомудрия и догматы божественные, не такие, как у Еленов, предполагающих времена и признающих одних богов старшими, других младшими, ничего подобного нет у нас. Если Бог есть, как и действительно есть, то ничего нет прежде его. Если Он творец всего, то Он первее всего. Если Он владыка и Господь всего, то все после него, и твари, и веки. Хотел я дойти и для других рассуждений, но может быть утомила, утомилась уже ваша мысль. Поэтому, предложив еще некоторые наставления, которые могут быть полезны вам для разумения, как уже предложенных бесед, так и будущих впоследствии, я замолкну. Какие же это наставления? Знаю, что многие утомляются от продолжительности бесед. Но это бывает тогда, когда душа обременена многими житейскими попечениями. Как зрение, когда оно чисто и ясно, бывает острое, не утомляется, легко рассматривая мельчайшие предметы. Но как скоро какая-нибудь дурная влага стекает с головы на лицо, или снизу поднимается дым или пар, то призрачком образуется как будто густое облако, которое не позволяет ясно видеть и самых больших предметов. Так обыкновенно бывает и в душе. Когда она очищена, не имеет в себе никакой возмутительной страсти, тогда она зорко видит то, на что ей взирать должно. Когда же она, будучи помрачена страстями, погубит свою доблесть, тогда не способна делается ни к чему высокому, скоро утомляется и падает, склоняется ко сну и лености, опускает из виду то, что могло бы способствовать ей к добродетели и жизни добродетельной и не обращается к ней с ревностью. Итак, чтобы и с вами этого не стучилось, я же не перестану внушать вам это, укрепите дух ваш, чтобы не услышать вам тех же слов, какие сказано были Павлом, верующим евреям, и для них говорил он, «А всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались не способны слушать» Евреям 5.11 «Не потому, чтобы таково было по существу своему оно, но потому, что, говорит, не способны сделались». Больной и немощный обыкновенно утруждается так же кратким, как и продолжительным словом, и предметы ясные и удобо приятные, считают труднопостигаемыми. Но здесь да не будет ничего такого, но пусть каждый внимает учение, отложив всякое житейское попечение. Когда слушателем овладевает пристрастие к богатству, то невозможно, чтобы его занимало подобным образом и желание слушать поучение, потому что душа сама в себе единая, не может вмещать в себе многих желаний, но одно желание подавляется другим, и душа таким образом, как бы разрываемое делается еще слабее. Между тем, если какое-либо желание преобладает, то уже все обращает в свою пользу. Так обыкновенно случается и с детьми. Когда кто имеет у себя только одно дитя, то крайне любит этого одного. Когда сделается отцом многих детей, то и расположенность его к ним разделившись становится слабее. Если же так бывает там, где господствует естественное влечение и сила, и где любимые предметы сродны между собою, то что сказать о произвольном расположении и увлечении, и особенно когда виды любви прямо противоположны один другому. А любовь к богатству противна любви поучениям. Входя сюда, мы входим на небо, не по месту, разумею, но по душевному расположению. Ведь можно и находясь на земле, стоять на небе, созерцать тамошние предметы и слушать исходящие оттуда глаголы. Итак, никто не приноси на небо ничего земного. Никто, стоя здесь, не озабачивайся делами домашними. Отсюда бы надлежало переносить в дом и на торжеще пользу здесь приобретенной и сохранить ее там, а не это место наполнять попечениями свойственными дому и торжещу. Для того-то мы и приступаем к учительской кафедре, чтобы здесь очищать скверны от вне к нам превходящие. Если же и среди этого малого поучения мы хотим расплевать посторонними речами или делами, то лучше бы не начинать. Пусть же никто в церкви не печется о делах домашних. Напротив, пусть и в доме размышляет о предметах церковного поучения. Пусть они будут для нас предпочтительнее всего, так как они относятся к душе, а те домашние дела к телу. Лучше же сказать, и душе, и телу полезны здешние поучения. Поэтому пусть будут они делом главным, а все прочее делом мимоходным. Они принадлежат и настоящей жизни, и будущей. А дела внешние ни то, ни другое, если не располагаются по правилам, основанным на первых. Здесь единственным можно научиться не только тому, чем будем мы после этой жизни, и как тогда будем жить, но и тому, как управить жизнь настоящую. Этот дом есть духовная лечебница, устроенная для того, чтобы в ней врачевали мы те раны, которые получаем от вне в мире, а не для того, чтобы выходить отсюда с новыми ранами. Если же мы не станем внимать тому, что глаголит нам Дух Святый, то не только не очистим прежних ран, но еще и другие получим. Будем же совсем пищанием внимать этой книги, теперь перед нами раскрываемой. В последствии немного потребна будет труда для ее изучения, если тщательно мы узнаем ее начальные и основные изучения, но потрудившись немного в начале, будем потом состояние по слову Павла и на их научить. Апостол Ян весьма возвышен, обилен многими догматами, и они беседуют более нежели о чем-нибудь другом. Будем притом слушать не мимоходом, для того то мы и изъясняем Евангелие понемногу, чтобы для вас все было удобно понятно, и чтобы ничто не выходило из памяти. Убоимся же сделать виновными пред тем голосом, который сказал, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем» Иоанна 15-22. Какое мы будем иметь преимущество перед теми, которые вовсе не слышали Евангелие, если после слушания уйдем домой ничего не имея, а только удивляясь произнесенным словам? «Дайте нам сеять на добрую землю, если кто имеет в себе терния, пусть воспламенит огонь духа, кто имеет сердце грубое и упорное, пусть сделает его мягким и удобо преклонным, пользуясь тем же огнем, если кто находясь при пути попирается всякими помыслами, пусть входит во внутреннейшие чувства и не сообщается с теми, которые хотят войти туда на расхищение, и тогда мы увидим нивы ваши о себе заботиться и с трудолюбием прилежать к этому духовному собеседованию, то хотя и не вдруг, по крайней мере, мало помалу, отрешимся от всего житейского, будем внимательны, чтобы не было нас сказано «Яд у них как яд змеи, как глухоласпида, который затыкает уши свои». Солом 57 5 «Скажи мне, чем различается от зверя такой слушатель? Напротив, не бессловесней ли всякого бессловесного тот, кто остается невнимательным, когда говорит Богу? Если быть человеком в том состоит, чтобы благоугождать Богу, то не хотящий даже слышать о том, как это исполнить, что есть иное, как не зверь. Подумай же, как велико это зло, если тогда, как Христос желает сделать нас из людей равноангельными, мы сами себя превращаем из людей в зверей. Быть рабом чрева, быть одержима страстью и богатству, гневаться, терзать, попирать ногами других, свойственно не людям, а зверям. Впрочем, каждый зверь имеет, так сказать, свою особенную страсть, и притом по природе, а человек, сверший с себя власть разума, отторшийся от жизни и по Боге, предает себя всем страстям и делается уже не зверем только, но каким-то чудовищем разновидным и разнохарактерным и в самой природе своей уже не находит для себя извинения. Всякое зло происходит от произволения и свободных намерений, но да не будет, чтобы когда-либо помыслить это о Церкви Христовой. О вас мы думаем лучше, имеем надежду спасения. Но чем более мы уверены в этом, тем более не оставим предохранительных внушений, чтобы взошедши на самый верх добродетелей достигнуть нам с вами обетованных благ, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь. Субтитры Субтитры